Добрый день, уважаемые коллеги. Надеюсь, у нас зимние каникулы уже закончились, и можно подвести некоторые итоги. Я посмотрел на справки, которые предоставило Министерство транспорта, и вижу, что объём перевозок увеличился за предыдущее время. Причём и на авиационном транспорте, и на железнодорожном. На авиационном 12%, насколько я понимаю, на железнодорожном где-то 7%, плюсом 7%. Пожалуйста, Максим Юрьевич. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, действительно, разрешите доложить о работе транспортного комплекса и в период новогодних праздников, и кратко в целом за 2017 год. По сложившейся традиции, действительно, наибольшим интересом у пассажиров пользуются именно авиационные перевозки, и, несмотря на сложные погодные условия, в период с 26 декабря по 8 января крупными российскими аэропортами было обслужено около 4,5 миллионов пассажиров. Это действительно 12% роста по сравнению с аналогичным новогодним периодом 2017 года. При этом аэропорты Московского авиационного узла обслужили более 3 миллионов 200 тысяч человек. Это тоже рост на 10% к прошлому году. А аэропорт Нуково здесь был рекордсменом, увеличил пассажироперевозки на более чем на четверть, на 26%, обслужив 650 тысяч человек. Шереметьево – полтора миллиона, ну и Домодедово, соответственно, свыше одного миллиона человек. Среди региональных аэропортов лидером является аэропорт Пулково. Перевозки в новогодние праздники были в районе 570 тысяч человек, это рост 15%. Сочи – около 200 тысяч человек и рост 30% по отношению к прошлому новогоднему периоду. Симферополь – более 35%, соответственно, 120 тысяч человек. Также Краснодар – около 30% в районе 100 тысяч было перевезено в новогодние праздники. Максимальная нагрузка по вылету была на 30 декабря, в том числе в аэропортах Московского авиационного узла, а пиковым днём по количеству обслуженных пассажиров на прилёт, соответственно, встал 8 января. Около 135 тысяч человек прилетели в Москву. Всего в празднике было из России выполнено около 700 чартерных рейсов, в том числе около 400 чартерных рейсов из аэропортов Московского авиационного узла. И это на 30% больше, чем чартерные перевозки прошлого года. И хотел бы отметить, что по итогам прошедших праздников ни один из аэропортов не прекращал свою работу. Даже в сложных погодных метеоусловиях небольшие задержки отмечались, но такой ситуации, как, например, в Америке, в Нью-Йорке, конечно, у нас нигде не было. Если говорить об итогах 2017 года, то российскими авиакомпаниями перевезено чуть более 105 миллионов человек. Это рекордный показатель и рост в пределах 18-20% к уровню 2016 года. Две трети практически от этого объёма, 62,5 миллиона пассажиров, перевезены именно на внутренних авиалиниях. Здесь рост составил 11% к прошлому году, а на международных рост почти на треть, 32%, и количество туристов – 42,5 миллиона человек. Также выросла, соответственно, интенсивность воздушного движения на 8% и средняя загрузка самолёта. Ну и рекордных показателей достигли российские аэропорты, которые обслужили в целом, с учётом иностранных авиакомпаний, более 180 миллионов пассажиров. Например, аэропорты Московского авиационного узла обслужили более 88 миллионов человек, аэропорт Пулково – более 16 миллионов, рост 22%. Отрадно, что 5-миллионный рубеж перешагнули сразу, помимо аэропортов Московского узла и Петербургского Пулково, сразу 4 региональных аэропорта. Это Екатеринбург – более 5 миллионов 400 тысяч человек, Новосибирск, аэропорт Сочи и аэропорт Симферополя. Также хочу особенно отметить, что Шереметьево, согласно данным британской исследовательской аналитической компании ОАК, в прошлом году занял третье место по точности выполнения расписания среди крупнейших аэропортов мира в своей категории. Также хотелось бы среди тенденций 2017 года отметить ощутимое снижение тарифов на авиаперевозки. По международным линиям в среднем на 11,5% стоимость составила 20,5 тысяч рублей в обе стороны, а по внутреннему снижение тоже было около 4%, и стоимость в обе стороны составила менее 13 тысяч рублей. Что, конечно, очень отрадно, и это хорошая такая тенденция по итогам прошлого года. Также мы ввели в прошлом году пять крупных терминалов. В целом это аэропорт Платов, там был целиком в чистом поле, что называется, построен аэродром и построен новый терминал. А также за счёт небюджетных источников были открыты терминалы в Анапе, Красноярске, Перми, Тюмени и Калининграде. А также подготовлена аэродромная инфраструктура в Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Саранске. Реконструирована взлётно-посадочная полоса в Кызыле, в республике Тыва. Если говорить о железнодорожном транспорте, то здесь за аналогичный период новогодних праздников перевезено 38,5 миллионов человек. Это тоже рост на 7% по отношению к прошлому году. А всего в 2017 году было перевезено более 1 миллиарда 100 миллионов пассажиров. По году это рост на 8%. Мы видим рост небольшой и в дальнем следовании, и, что приятно, особенно в пригородном сообщении, около 9%. Здесь рекордных показателей добилось Московское центральное кольцо, тоже привезя в новогодние праздники почти 1 миллион 300 тысяч человек. Ну а в целом за год около 140 миллионов пассажиров или более 290 тысяч в среднем человек за сутки. Поездами Сапсан из Москвы и Санкт-Петербурга также перевезено за год более 5 миллионов пассажиров. Это 6% по отношению к прошлому году. А в новогодние праздники около 200 тысяч человек – это почти рост на 8%. Также были сделаны новогодние туры на российских железных дорогах, как, например, «Великий Устюг» в гости к Деду Морозу не только из Москвы, но и из других городов нашей страны – Санкт-Петербурга, Самары, Новосибирска, Екатеринбурга и Тюмени, в Кострому, в данном случае в гости к Снегурочке, также в Казань из Санкт-Петербурга по проекту «Новый год в Казани», в Москву из Новокузнецка и Красноярска проект «Каникулы в Москве». В целом туристические вот такие чартерные, можно сказать, поезда, услуги были оказаны более 8 тысячам туристам. Мы наблюдаем также существенный рост и по другим видам отраслям транспорта по итогам 2017 года, в том числе и по грузовым перевозкам, отдельно доложу вам. Доклад закончил. Спасибо за внимание. – Максим Юрьевич, мы правильно понимаем, что погрузка продолжает расти в начале года на железнодорожном транспорте? – Да, это касается и железнодорожных перевозок, и в том числе авиационных. Те показатели, которые мы сняли, что называется, в онлайн-режиме за первые две недели Нового года, говорят о том, что растут как и грузовые, так и пассажирские перевозки по различным видам транспорта. – Спасибо. Олег Петрович, судя по докладу министра транспорта, должен расти и внутренний туристический поток в России. – Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, по предварительным оценкам внутренний турпоток в 2017 году вырос на 3% и превысил 56,5 миллионов поездок, что на 34% больше показателя 2014 года, на 75% больше показателя 2013 года. В период новогодних каникул турпоездки по России, по экспертным данным, совершили порядка 7 миллионов человек. Средний прирост этого показателя по регионам страны по отношению к прошлогоднему периоду составляет 9%. Расширилась география новогодних путешествий. Помимо традиционно популярных у наших граждан направлений, таких как Москва – 4 миллиона 780 тысяч туристов, рост 13%, Санкт-Петербург – 430 тысяч туристов, рост 10%, Краснодарский край – 596 тысяч туристов, рост 19%, Татарстан – 130 тысяч туристов, рост 18%, Крым – 113 тысяч туристов, рост 30%. Для российских туристов открываются новые регионы, в частности, пользуясь популярностью Мурманской области – 33 тысячи туристов, рост на 10%, Чеченская республика – 12 тысяч туристов, рост 140%. При этом, в целом, за прошлый год, за 2017 год, Москва приняла 21 миллион 500 тысяч туристов, плюс 31% к 2014 году, Краснодарский край – 16 миллионов туристов, плюс 16% к 2014 году, Санкт-Петербург – 7,5 миллионов человек, плюс 19%, Республика Татарстан – 3 миллиона 100 тысяч, плюс 24%, Республика Крым – 5 миллионов 400 тысяч человек, плюс 35% к 2014 году, Чеченская республика – 130 тысяч туристов, плюс 249% к 2014 году. Необходимо отметить, что рост объемов внутреннего туризма придал мощный импульс развитию гостиничного бизнеса в нашей стране. В 2017 году численность гостиниц в стране выросла на 7% по сравнению с предыдущим годом, а по сравнению с 2000 годом выросла на 357%. То есть в 2000 году у нас было 4200 гостиниц, в настоящее время – 15 тысяч. В новогодние праздники по всей стране были организованы более 14 тысяч тематических событийных мероприятий, в том числе и для семейного отдыха с детьми. Большим спросом пользовались, в частности, поездки «Великий Устью» к резиденцию Деда Мороза, новогодние, а также рождественские фестивали. Например, фестиваль «Путешествие в Рождество в Москве» за новогодние праздники собрал порядка 14,5 миллионов посетителей, по сравнению с прошлым годом прирост 22%. Традиционной популярностью у наших граждан пользуется катание на горных лыжах. Всего за новогодние праздники горнолыжные курорты посетило более 1 миллиона 300 тысяч человек. Это более чем на 16,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Для любителей горных лыж в нашей стране в этом году работают 300 горнолыжных комплексов, баз с различным уровнем инфраструктуры, порядка 1400 горнолыжных трасс, 800 канатных дорог, подъемников. При этом средняя стоимость кипаса примерно в два раза дешевле, чем за рубежом. Этой зимой в ряде регионов открылись новые трассы, подъемники, сервисные центры. Покататься на горных лыжах можно на территории всей нашей страны. И в Краснодарском крае, в Карачаево-Черкесии, в Кабардино-Балкарии, в Кемеровской области, это курорт Шерегеш, в Подмосковье, в Ленинградской, Мурманской, Новосибирской, в Сахалинской, Свердловской, Челябинской областях, на Алтайе, Камчатке, Башкортостане, Чечне, Пермском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях. В минувшие новогодние праздники рекорд поставил горнолыжный курорт Сочи. Число туристов, посетивших этот курорт, превысило 358 тысяч человек, увеличение по сравнению с прошлым годом на 25%. Также в рекордсменах Карачаево-Черкесия горнолыжные курорты республики за праздники приняли 120 тысяч человек, рост на 50% по сравнению с прошлым годом. Зимний туристский сезон у нас продолжается. Одним из преимуществ нашей страны является то, что у нас горнолыжный сезон является продолжительным, кататься у нас можно практически до конца апреля. Благодаря росту числа доступных предложений, стабилизации экономической ситуации, повышению плодежеспособности населения, россияне стали чаще выезжать на отдых за рубеж. Выездной турпоток в 2017 году вырос по предварительным оценкам практически на 20%, составив 38 миллионов поездок, и, что очень важно, он приблизился практически к уровню 2014 года. Тогда у нас было 42 миллиона поездок. В новогодние праздники россияне отправлялись за рубеж и выбирали при этом Таиланд, Объединённые Арабские Эмираты, Вьетнам, Индию, Израиль и другие страны. А в целом за последние 17 лет россияне стали выезжать на отдых за рубеж чаще в два раза. 38 миллионов поездок в 2017 году против 21 миллиона в 2000. Несмотря на санкции и антипропаганду нашей страны за рубежом, мы отмечаем всплеск интереса к России со стороны иностранных туристов. По данным Всемирной туристской организации, наша страна вошла в пятёрку самых популярных направлений по числу запросов в интернете. По экспертным оценкам, въездной турпоток в первую декаду января дал показания плюс примерно 6-8%. В минувшем году Погранслужба Федеральной службы безопасности зафиксировала рост въездного турпотока за три квартала прошлого года на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Дополнительными факторами повышения привлекательности нашей страны для иностранных путешественников стали возможность оформления электронных виз на Дальнем Востоке, а также внедрение в Россию системы Tax-Free. Началась подготовка к высокому летнему туристскому сезону в сфере особого внимания Чемпионат мира по футболу 2018 года. Важнейшими направлениями работы являются завершение запланированных мероприятий по модернизации инфраструктурной базы туризма в городах-организаторах, футбольного первенства по формированию комфортной туристской среды и комплексных региональных программ гостеприимства, которые будут способствовать реализации туристского потенциала Чемпионата мира и укреплению позитивного международного имиджа нашей страны как мировой туристской дестинации. Доклад закончен. Спасибо. Спасибо. Владимир Владимирович, у нас в Италии начались русские сезоны, да? Позавчера? Вчера? Да, в воскресенье начались. Позавчера. Успешнейший проект. В прошлом году впервые русские сезоны стартовали в Японии. Около трех миллионов человек посетило концерты с участием и представления с участием наших артистов. В этом году в Италии, мы надеемся, примерно на такую же аудиторию. Причем русские сезоны в Италии охватят все направления искусств. От оперы, балета до выставок, цирковых представлений. Даже Чемпионат мира, по-моему, среди военных реконструкторов. Рыцарские бои будут. Ну и, естественно, кинематограф. Мы готовимся серьезно к Венецианскому кинофестивалю с фильмом «Микеланджело» российско-итальянским. Открытие русских сезонов прошло на самом высоком уровне. Ольга Юрьевна Голодец открывала. И мы надеемся, что этот проект будет не менее успешным, в том числе и в политическом плане, с точки зрения поддержания традиционных особых отношений между Россией и Италией. Ольга Юрьевна, Вы возглавляли делегацию российскую? Да, уважаемый Владимир Владимирович, была потрясающая публика. И мне очень хотелось бы поблагодарить всех тех, кто организовывал открытие русских сезонов. И с итальянской стороны, и, конечно, с российской стороны отлично все сработали. И такое внимание к публике зал был переполнен. Были овации в течение длительного времени. И заполняемость зала была таковой, что 10 билетов, которые нам нужно было в самый последний момент раздобыть, мы не могли раздобыть на этот концерт. Русские сезоны были открыты двумя симфониями Ченковского в исполнении Оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Бесалыча. И реакция была таковой, что однозначно все и СМИ, и публика признали, что такого уровня исполнения этих произведений никто в этом зале до сих пор не слышал. И первенство российской культуры сегодня настолько очевидно, это является прорывным проектом и в связи с этим. И сам проект «Русские сезоны» очень высоко оценивается. У нас были встречи с коллегами из политической элиты. На самом открытии присутствовал и почётный президент Исталии господин Наполитана, присутствовала госпожа Баски, которая представляла правительство Италии. И около 150 человек, которые представляют итальянскую элиту. Они все сходились во мнении, что наши культурные связи должны подняться на новый уровень, в том числе благодаря такому замечательному проекту. Итальянская сторона согласилась стать на нашем культурном очередном форуме специальным гостем, о чём подписано соглашение между нашими странами. И итальянская сторона в своих действиях проявляет полную заинтересованность в развитии по всем направлениям культурного сотрудничества. Так что проект удался. Где-то осенью ответные мероприятия будут. Но он не такой масштабный. Но тем не менее, в Петербурге надо подготовиться и помочь итальянским партнёрам. Антон Геннадьевич, я просил подготовить и реализовать в законе мероприятия по списанию гражданам и индивидуальным предпринимателям просроченной налоговой задолженности. Пожалуйста. Да, Владимир Владимирович, Вы поставили три задачи. Первая задача – это списание просроченной налоговой задолженности гражданам и индивидуальными предпринимателями. Вторая задача – это освобождение от земельного налога 6 соток для отдельной категории граждан. Это и инвалиды, и ветераны войны, и герои, и ряд других категорий граждан. И пенсионеры по старости. И пенсионеры, да. И третья – это отказ от налогообложения возникших доходов в результате списания задолженности, будь то перед банками, будь то перед коммунальными платежами, потому что по действующему законодательству такое списание сопровождается и уплатой налогов. Соответствующий закон был подготовлен и принят в декабре прошлого года. Этим законом предусмотрено списание налоговой задолженности по имущественным налогам перед нашими гражданами. И такое количество граждан, по оценкам налоговой службы, составляет более 20 миллионов человек. Общий объём задолженности – 41 миллиард рублей. По индивидуальным предпринимателям была списана задолженность ещё и по налогам, по спецрежимам, по упрощённым налогам, по единому налогам на минённый доход и по оплате патента. Общий объём списанных налогов составляет 15,8 миллиарда рублей, а количество налогоплательщиков – около 3 миллионов индивидуальных предпринимателей. Что важно, что налоги списывались по состоянию на 1 января 2015 года. Кроме того, мы законом ещё и предусмотрели списание задолженности по страховым взносам для индивидуальных предпринимателей по причине непредставления отчётности по состоянию на 1 января 2017 года. Таких индивидуальных предпринимателей, по данным налоговой службы, составляет около 700 тысяч предприятий. И общая сумма задолженности по страховым взносам составляет 127 миллиардов рублей – значительный объём. Важно, что такое списание будет производиться и уже производится без обращения налогоплательщиков, будь то граждан или индивидуальных предпринимателей, в налоговые органы. То есть осуществляться будет списание непосредственно налоговой службой. Что касается освобождения от земельного налога отдельной категории граждан в рамках размера 6 соток, хочу сказать, что эта норма действует с 1 января 2017 года. То есть тем отдельным категориям граждан в текущем году уже не нужно будет платить налог за предыдущий год. Именно такую норму предусматривает закон. То есть фактически мы сделали задним числом? Да, задним числом. По так называемым условным доходам при списании долгов таким правом воспользуются около 2 миллионов человек, и сумма списания состоит порядка 22 миллиардов рублей. Что важно, что мы сняли этим законом и в соответствии с вашим поручением долговую нагрузку граждан и с индивидуальных предпринимателей, которые ранее были накоплены, расчистили, по сути дела, долги. Но что важно также, что и уплата текущих налогов должна осуществляться в соответствии с действующим законодательством. Налоговая служба существенно упростила порядок уплаты налогов по сравнению с 2015 годом, на тот момент, когда мы списывали эту задолженность. Сейчас есть возможность уплаты налогов через личные кабинеты, не посещая налоговую службу. В всяком случае, мы уверены и рассчитываем, что текущая задолженность накапливаться не должна будет, и все обязательства перед бюджетом, перед казной должны выполняться в соответствии с действующим законодательством. Спасибо. Хорошо. Спасибо.